Да и трейдинг может быть очень выгодным на рынках криптовалют. Как правило, в течение недели бывает 2-3 дня, когда цена может измениться на 10-20%. Биткоин недавно вышел на рынки Японии и России. Эта валюта недавно стала легальной в этих странах. Ранее мы с вами говорили о биткоине и об эфириуме. На данный момент в мире существует порядка 830 криптовалют. Какие ещё валюты набирают популярность и могут ли они составить конкуренцию к биткоину и эфириуму? Возможно, есть валюты, в которые люди уже инвестируют, и эти криптовалюты демонстрируют экспоненциальный рост, и ещё не достигли своего пика. Это очень хороший вопрос. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо создать связь с реальной экономикой. Если мы посмотрим на классические финансовые рынки, то увидим, что, например, на американской бирже есть так называемые высококачественные акции или голубые фишки. Всего их примерно 30 или 50, в зависимости от того, какие акции мы рассматриваем, американские или немецкие. Это акции тех фирм, которые уже сделали себе имя. При этом остальные 500 – это также акции достойных компаний. Такая же ситуация складывается и на рынке криптовалют. Ранее была одна самая известная криптовалюта – биткоин. Сейчас популярность также набирает эфириум. Хотя она ещё не сравнится по популярности с биткоином, но по оценкам экспертов нашей платформы, уже есть 25-30 проектов, которые могут похвастаться конкурентными предложениями. И хотя о них не знает широкая публика, но они уже появятся в газетах и других средствах массовой информации в течение нескольких следующих лет. Я могу вам намекнуть и рассказать о нескольких проектах, которые работают над распределённым хранением данных. Например, если вы знаете, что такое Dropbox, представьте, что у нас с вами есть компьютеры, и они являются частью блокчейна. Соответственно, мы можем предоставить наши компьютеры как место для хранения для других пользователей, как это делает Dropbox. По крайней мере, три команды работают над такой задачей. Я думаю, по крайней мере, некоторые из этих команд станут довольно известными в будущем. Кроме того, существуют проекты, которые занимаются тем, что разрабатывают способы соединения различных сетей блокчейна друг с другом. Как вы уже сказали, остальные криптовалюты используют разные блокчейны и имеют свою инфраструктуру. Некоторые проекты работают над тем, чтобы соединить разные сети блокчейна и сделать так, чтобы они работали вместе и обменивались данными. Я думаю, некоторые из этих проектов добьются успеха и выйдут на высший уровень. Кроме того, есть команды, которые работают над приватностью. Они работают над тем, чтобы все передачи данных, будь то деньги или сообщения, были защищёнными и зашифрованными. И некоторые проекты также смогут добиться успеха. То есть появляется новая криптоэкономика, она постоянно развивается и экспериментирует. Но здесь уже есть первоклассные компании, и они станут известными в течение нескольких следующих лет. Не думаю, что все 820 игроков выживут, но известными станут минимум 50. На данном этапе можно попытаться получить выгоду от этого. Итак, мы с вами поговорили о валютах эфириум и биткоин. Кажется, им удалось достичь своего пика в короткий срок. Что бы вы посоветовали тем людям, которые только сейчас присоединились к рынку криптовалют? Возможно, им стоит стать краткосрочными трейдерами, ведь волатильность на этом рынке повышенная. Как вы думаете, дэйтрейдинг может быть более выгоден инвесторам на данном этапе? Очень профессиональный вопрос. Дэйтрейдинг может быть очень выгодным на рынках криптовалют. Как правило, в течение недели бывает 2-3 дня, когда цена может измениться на 10-20%. В таких условиях вам даже не нужно кредитное плечо. Но вам однозначно нужно ознакомиться с правилами и узнать, что является причиной волатильности, когда она начинается и когда закончится. Это очень эмоциональный рынок. Когда вы выйдете на этот рынок, вы увидите, что люди распространяют новости со скоростью света. А иногда это могут быть и ненастоящие новости. Возможно, кто-то распространяет их с целью отпугнуть остальных инвесторов и купить валюту подешевле. Или же кто-то намеренно устраивает хайп, чтобы продать валюту подороже. Нужно изучить эту динамику, прежде чем приступать к дэйтрейдингу. Иначе вы, возможно, захотите купить на пике или продать на дне. Начать с дэйтрейдинга – это хорошая идея, только если вы рискуете небольшой суммой. Скорее всего, вы потеряете 100% или, по крайней мере, 50% своих активов. Первое правило выхода на рынок криптовалют – нужно быть готовым к потерям. Но для того, чтобы привыкнуть к этому ощущению, лучше начать с небольших сумм. Затем вы очень быстро выучите все правила, и тогда сможете увеличивать свой рисковый капитал. Я хочу отметить, что долгосрочный трейдинг более безопасен. Так как в целом мы считаем, что в течение следующих двух-трёх лет цены на рынке криптовалют вырастут, если только правительство не захочет жёстко регулировать этот рынок. И, соответственно, в таких условиях у вас будет больше времени, чтобы пережить волатильность. А в краткосрочной перспективе лучше рисковать небольшим капиталом и пытаться понять все правила игры. Только после этого стоит увеличивать свой рисковый капитал. Если у наших телезрителей будут ещё какие-либо вопросы, они могут обратиться к вам или к вашей компании. Спасибо, что пришли к нам в студию и поделились нами ваше мнение по этому поводу. Спасибо за приглашение. На этом наше время подошло к концу. Нам интересно узнать ваше мнение об этом интервью. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Субтитры сделал DimaTorzok